Вот такой необычный картофель. Мы сегодня с вами будем запекать. Затем мы его разрежем пополам. Добавим немножко сливочного масла. И вот, блюдо готово. Привет! Добро пожаловать на мою кухню. И сегодня хочу вам предложить приготовить вместе со мной вот такой вот необыкновенный по виду, по размерам, по цвету и по вкусу картофель. Называется он сладкий картофель. Еще его называют батат. Возможно, вы видели в магазине такой картофель и проходили мимо. Так вот, рекомендую вам хоть один раз купить такой картофель и попробовать, какой же он на вкус. Но ведь самое главное преимущество этого картофеля, что он очень полезный. И те, кто на диете, тот, кто следит за здоровым питанием, рекомендую вам употреблять в еду вот такой картофель. Почему? В нем очень много витаминов и минералов. Ну, вот, например, витамин А. Он очень хорош для зрения. И в нем мало углеводов, а это значит, что это мало калорий. Всего лишь 60 килокалорий на 100 грамм картофеля. А самое главное, у кого диабет, это очень полезный картофель для вас. Так что, возьмите на заметку. Я думаю, что всю информацию, в принципе, вы можете найти в интернете, почитать, ознакомиться. А самое главное, зайти в магазин, найти такой картофель и попробовать его приготовить. Приготовить его проще простого. Сегодня я вам покажу один из вариантов, как это делаю я. У меня здесь 870 грамм картофеля. Я его помыла. Видите, у него такая тонкая кожура. Красивый такой цвет. Просматривается оранжевый, как апельсин. Мне необходима вилка. Я прокалываю картофель по всей длине и вокруг. Вот таким вот образом. Тем временем, пока я это делаю, у меня уже разогревается духовка на 180 градусов. Стоит у меня режим вверх и вниз. Необходима будет форма любая, в которую будет помещаться картофель. И будем запекать в духовке где-то час-час тридцать. Но вы знаете, что картофель можно взять деревянную шпажку или нож. И в процессе приготовления проткнуть. Если картофель мягкий, значит он готовый. Мы не будем добавлять ни масла, ни специй, ничего. Только когда наш картофель приготовится, мы его разрежем пополам. Добавим кусочек сливочного масла. Конечно, можно уже тогда его немножко подсолить. Если вы любители сладкого и соленого. Такое интересное сочетание. Я думаю, что вам понравится. Ну что же, давайте будем прокалывать картофель, складывать форму и запекать его. Ну что же, пришло время пробовать картофель. Вы знаете, он у меня запекался один ровно час. При 180 градусах. Я взяла зубочистку, проткнула его и он полностью готов. Посмотрите, там где я прокалывала, даже есть немного сока. Вот такой картофель. Аромат, слушайте, неимоверный. Непривычный для картофеля. Сладковатый и запеченная корочка. Просто хочется уже быстрее взять и попробовать. Очень хочется. Я возьму маленький. Осторожно, он горячий. Смотрите, сок. Очень сочный картофель. Давайте. Вот, смотрите, какой он мягкий. Он очень легко режется. Ммм, какой аромат. Смотрите, какая красота. Какие краски. Корочка легко отходит от картофеля. Видите, как он легко чистится. Он полностью готов. Ну что же, я добавлю немножко сливочного масла. Очень хорошо дополняет вкус картофеля. Вот таким образом. Я солить его не буду. Вы можете посолить. Какой вкусный картофель. Я его попробовала. Я добавила всего лишь масло. Не солила. Это очень вкусно. Обязательно приготовьте хотя бы один раз такой картофель. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. До скорых встреч. Пока-пока.